Служба скорой помощи Санкт-Петербурга в марте этого года отмечает 120-летний юбилей. Скорая помощь работала еще в блокадном Ленинграде, а сейчас мы побываем на городской станции скорой помощи и расскажем вам, как в наши дни врачи спасают жизни петербуржцам. Скорая 692, слушаю вас. Мы находимся с вами на городской станции скорой помощи в оперативном отделе. Это зал приема обращения от граждан. Все звонки, которые поступают по 0-3, приходят сюда. Сколько машин, врачей и фельдшеров ежедневно дежурят в городе? Ежедневно в городе дежурят более 500 бригад скорой помощи, но они не все относятся к городской станции скорой помощи. На какие вызовы приезжает городская станция скорой помощи? Бригады городской станции скорой помощи выезжают на все вызовы, которые происходят на улице, в общественных местах, на все автоаварии, пожары с пострадавшими и в квартиру, если это вызовы с экстренным поводом. Это электронная карта города, улицы города, их название. И также вы видите бригады, которые обозначены определенными цветовыми значками, которые определяют. Бригада работает с пациентом, едет на вызов, едет в стационар или свободно. Эта карта создана для того, чтобы было удобнее наблюдать за бригадами и отслеживать их движение на вызов. На городской станции скорой помощи есть комната, похожая на сад. Это комната психологической разгрузки. Здесь отдыхают диспетчеры, потому что их работа связана с постоянным стрессом. Почему на городской станции появился музей? Почему на городской станции появился музей? Во-первых, наш мэтр, мэр Абрамович Мессель, который здесь с 1922 года по 1952 год возглавлял скорую помощь, он сказал, что все, кто пришли работать на скорую помощь, должны знать историю развития, с чего начиналась наша скорая помощь. В 1933 году он организовал первый музей. Как работала первая скорая помощь? В каком году это началось? Впервые организовали работу все сотрудники Общества Красного Креста. Генрих Иванович Турнер, Николай Александрович Вильяминов. Они написали проект, что в Санкт-Петербурге нужна такая служба скорой помощи. Под патронажем царицы Марии Федоровны они открыли 7 марта 1899 году. Именно в Ленинграде в 1957 году был создан первый в мире реанимобиль. А это самый современный реанимобиль. Его вызывают только в самых трудных ситуациях, когда обычная машина скорой помощи не может справиться. Расскажите чуть-чуть про реанимобиль. Наша машина предназначена для самых тяжелых случаев. Она оснащена по последнему слову техники. Я думаю, что оснащение здесь одной из лучших в стране. Мы имеем множество аппаратов для спасения жизни людей. Например, монитор-дефибриллятор. Он следит за работой сердца, может мерить давление. При необходимости может спасать человека управляемым ударом и током, если будет аритмия. Аппарат для проведения искусственной вентиляции легких. Если пациент не может сам дышать, то за него будет делать этот аппарат. Он очень умный у нас. Электрокардиограф. Смотреть, как работает сердце. Нет ли инфаркта или какой-либо аритмии. Вы когда были маленьким, вы мечтали стать главным врачом? Я не мечтал стать главным врачом, но я мечтал работать на скорой помощи. Потому что мой папа работал на скорой помощи 17 лет. И я с детских лет бывал на станции скорой помощи. Видел работу врачей и медсестер, и фельдшеров. Поэтому я мечтал также прийти работать на скорой помощи, спасать людей, ездить на машине. Познакомились с одной из самых важных профессий Василиса Джербинова-Дятлова и Александра Васильева.